Вечер под серебряным дождем До 19.00 в студии Дарья Гордеева И напоминаю, что новостей у нас сегодня с вами 2 часа В 17.00 ко мне присоединится коллега Илья Тимошин У нас сегодня большой разговор с очень интересным гостем Ждем в студии Николая Хлебинского Это серийный предприниматель в индустрии IT Digital И основатель компании Retail Rocket Темой разговора будет код управления Плюс 7903-797-6333 Запущена видеотрансляция на канале Серебряного Дождя Который, напомню, пока Надеемся, что в ближайшее время мы разрулим проблему Выходит на запасном YouTube-канале Ссылку на который вы можете найти в телеграм-канале Серебряного Дождя В закрепленных сообщениях Что касается новостей Сегодня в аэропорту Калуги снова ввели план Ковер Значит, ранее Калужский губернатор сообщал Об уничтожении нескольких беспилотников В небе над Калужской областью И план Ковер также объявлен из-за появления беспилотников В небе над Калужской областью Пресс-служба аэропорта в Калуге Об этом сообщила сегодня в телеграм-канале своем Из-за этого были задержаны вылеты, прилеты в аэропорт Самолеты, которые уже находились в полете Были перенаправлены на запасные Аэродромы, план Ковер, если вы вдруг не знаете Применяют при незаконном пересечении границы А также при появлении в воздушном пространстве Неопознанных объектов Чуть позже появилась информация от Минобороны Те сообщили о перехвате пяти беспилотников Аккуратно над Калужской, а еще и над Брянской областями Ну а где-то половину третьего, наверное Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил Что около 14-40 над Москвой средства ПВО Также уничтожили беспилотник Собянин уточнил, что атаку отразили в Подольске Вот что сказано в телеграм-канале Собянина На месте падения обломков, по предварительным данным Разрушений и пострадавших нет И я смотрю, что вот ведомости Ария Новости Пишут со ссылкой на заявление аэропорта Домодедова Что в Домодедово введены частичные ограничения На вылет, на посадку самолеты При этом по-прежнему заходят в штатном режиме В сообщении аэропорта сказано так По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полета В московском аэропорту Домодедово Были введены частичные ограничения на вылет Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД Прилет осуществляется в штатном режиме К другим новостям через несколько минут перейдем Плюс 7903-797-6333 Вечер под серебряным дождем Вечер под серебряным дождем Продолжаем, друзья Плюс 7903-797-6333 Я напомню, что в 17.00 Ко мне в эфире присоединится коллега Илья Тимошин Мы сегодня в гости ждем на большой и интересный разговор Про код управления Николая Хлебинского Это серийный предприниматель в индустрии IT Digital Основатель очень известной компании Retail Rocket Что касается новостей Мы с вами продолжаем Во-первых, друзья Сегодня глава Минобороны Финляндии Заявил, что несмотря на увеличение военной помощи Украине Со стороны западных стран У России есть возможность Далее цитата Продолжать войну годами По его словам, если в феврале 2022 года Запад считал военный конфликт краткосрочным То теперь в НАТО осознают Что это, цитата из реплики Из высказанного министром обороны Финляндии Новый этап холодной войны Издание «Политика» приводит сегодня высказывание Министра обороны Финляндии Сделанное по итогам визита в США Мне кажется, многие западные страны считали Что война это краткосрочная проблема Сейчас, я думаю, что в странах НАТО почти все понимают Что это конец последних 30 лет Имеется в виду, как уточняет коммерсант После распада СССР Теперь мы вступаем в своего рода Новую холодную войну По мнению министра обороны Финляндии Запад слишком долго пытался Осознать, что Ввод российских войск, как пишет коммерсант На территории Украины Навсегда изменил политический ландшафт Европы Отчасти именно в этом По словам финского министра Заключалась проблема в наращивании производства вооружения Для поставок Украине А вот господин Столтенберг Который, я напомню, является генеральным секретарем НАТО В интервью немецкой прессе Сказал, что Россия в зоне боевых действий На территории Украины создала Хорошо укрепленную линию обороны По словам Йенса Столтенберга Линию сложно преодолеть без военной авиации И также коммерсант приводит его высказывания У российской армии было время закрепиться Создать хорошо подготовленные рубежи обороны С минными полями, окопами и препятствиями для танков Эти линии обороны сложно преодолеть Особенно если нет воздушных сил Которые могли бы в действительности Поддержать эти операции Конец цитаты Также господин Столтенберг добавил Что ситуация на поле боя В настоящее время сложная линия фронта За последние несколько недель Почти не изменилась В этом же интервью Столтенберг призвал союзников Рассмотреть возможность Изменить существующие соглашения С третьими странами Чтобы предоставить Украине Большее количество военной техники И вот буквально В момент, когда я Только еще заходила в эфир На РБК появилась такая новость Нидерланды решили подготовить Первые 18 истребителей Ф-16 для передачи Украине Значит, об этом Сообщил Премьер Марк Рюте У себя в Твиттере Он проинформировал Как сообщается уже Об этом президенту Украины И приводит фрагмент Из сообщения РБК Поставка Ф-16 является Одним из наиболее Важных элементов Соглашений Заключенных по военной Поддержке Украины Помимо разрешения на экспорт Перед осуществлением Поставок Необходимо Выполнить ряд Других критериев Включая требования К персоналу И инфраструктуре Конец цитаты Плюс 7 903 7976333 Немного музыки После чего продолжим Как сегодня Дмитрий Песков Прокомментировал Сегодняшнюю уже Статью В газете Wall Street Journal Которая касается Посвящена точнее Гибели Пригожина Оставайтесь с нами Со всеми подробностями Познакомлю через Несколько минут Вечер под серебряным дождем Это вечер под серебряным дождем Дарья Гордеева В студии И друзья Рассказываю Друг пропустили Сегодня 22 декабря Ой Сегодня кстати говоря Лучший день в году Когда потом Начнет прибавляться Световой день В газете Wall Street Journal Был опубликован Материал В котором Со ссылкой На западные спецслужбы А также Неназванного Но как сказано В публикации Экс-офицера Российской разведки Сообщается Что Авиакатастрофа В которой погиб Пригожин Была организована По поручению Секретаря Совбеза Wall Street Journal Пишет Что по их информации С планом По ликвидации Основателя ЧВК Вагнер Николай Патрушев Ознакомил Президента Владимира Путина И утверждается Также Что Российский президент Не возражал Пригожин Погиб 23 августа В результате Авиакатастрофы В Тверской Области Кроме него На борту Бизнес-джета Находились Командир ЧВК Вагнер Дмитрий Уткин И еще Восемь человек Понятно Что все погибли Похоронен Пригожин Довольно тихо Был в Санкт-Петербурге 29 августа И сегодня Журналисты Попросили Пескова Прокомментировать Появившуюся Публикацию На что Песков сказал Что По его мнению Статья Wall Street Journal О гибели Основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина Относится К категории Pulp Fiction То есть Бульварное Чтиво В публикации Еще раз Разбиралась Гибель Пригожина И причастные К ней Песков На просьбу Журналистов Прокомментировать Это сказал Цитата Следующая Мы видели Этот материал Но мы Не хотели бы Это комментировать Потому что Вряд ли Это подается Комментированию Подобные материалы В последнее время К сожалению The Wall Street Journal Очень любит Заниматься Продуцированием Pulp Fiction Конец Цитаты Ну и Еще один момент Который Сегодня Комментировал Дмитрий Песков Это Заморозка Российских Активов За границей Песков Сегодня Сказал Что Россия Никогда Не оставит В покое В покое Тех Кто Инициирует И реализует Изъятие Ее зарубежных Активов Прямая цитата Произнесенная В ходе традиционного Пресс-кола Звучит так Потенциально Эта тема Для нас Является Неприемлемой Потенциально Она Чрезвычайно Опасна Для мировой Финансовой Системы Потому что В случае Реализации Таких Планов Это будет Очень серьезным Ударом По всей Системе Координат Международные Финансовые Системы Те Кто пытаются Это Инициировать И те Кто будут Это реализовывать Должны Понимать Что Российская Федерация Никогда Не оставит В покое Тех Кто Это Сделал И Песков Отметил Также Что Вопрос Изъятия Российских Активов Постоянно На повестке Дня Как в странах Европы Так и США Но По мнению Пескова И европейские Страны И Соединенные Штаты Осознают Что Подобный Шаг Будет Иметь Юридические Последствия Для тех Кто это Инициировал Реализовал И еще Одна цитата Если У нас Что-то Будет Кем-то Конфисковываться То мы Будем Смотреть Что Мы Можем Конфисковать В ответ И Если Это Что-то Будет Находиться Мы Будем Естественно Незамедлительно Это Делать Как Пообещал На Конфискацию Замороженных Активов Российских Ответить Российский ЖМИД Узнаете Во второй Половине Часа Друзья Мы продолжаем Еще 20 минут Мы продолжаем С вами Обсуждать Новость Потом На час Сделаем Перерыв На очень Интересный Разговор С интереснейшим Гостем Ко мне В 17.00 Присоединится Коллега Илья Тимошин И мы Сегодня В студии Ждем Николая Хлебинского Это Основатель Компании Ритейл Рокет Не забывайте Что мы Также Принимаем Ваши Вопросы Плюс 7903 797 6333 Что касается Изъятия Замороженных Российских Активов Тему Которую Сегодня Комментировал В том числе И Дмитрий Песков Замглавы МИД России Сергей Рябков Заявил Что Триггером Для возможного Разрыва Отношений С США Может стать Именно конфискация Замороженных Российских Активов И Как выразился Рябков Дальнейшее Нагнетание Военной Эскалации Он Такие прогнозы Назвал Негативными Но при этом Подчеркнул Что Россия Не держится Обеими руками За Дипломатические Отношения С США Это интервью Рябкова Интерфаксу И вот фрагмент Оттуда Дипотношения Сами по себе Разумеется Это не какой-то Тотем Которому Нужно Поклоняться Это не Священная Корова Которую Все берегут Но Инициативно Идти на их Слом На Разрыв Мы не будем Действовать В таком Ключе Не в наших Правилах В том числе Исходя Из нашего Понимания Того Что у России И США Центральная Роль В поддержании Международной Безопасности И стратегической Стабильности При этом Рябков Подчеркнул Что власти Готовы К любым сценариям Еще одна Цитата Из этого же Интервью США Не должны Иметь иллюзию Если она У них существует Что Россия Что называется Держится Обеими руками За дипотношения С этим Государством Так что В качестве Ответа На конфискацию Замороженных Активов По мнению Зам Главы МИДа Может Стать Ответом Стать Разрыв Дипломатических Отношений Между Соединенными Штатами И Российской Федерацией А президент Джо Байден Намерен Сегодня Подписать Указ Которым Усилит Действие Антироссийских Санкций В финансовом Секторе Об этом Сегодня пишет Форбс Ссылаясь На сообщение Опубликованное На сайте Белого дома Президент Байден Намерен Подписать Новый указ Который Ужесточит Санкции США Против России В Белом доме Об этом Сказали Также Со ссылкой На Высокопоставленного Представителя При этом Уточнив Что Акцент Будет Сделан Именно На Финансовом Секторе В частности Среди ограничений Которые Я подчеркиваю Только Могут Быть Введены В Белом доме Назвали Возможное Отключение Банков По всему миру От своей Финансовой Системы В случае Помощи Москве В обходе Санкции Еще одна Цитата Из сообщения Практически У любого Банка В мире Есть Выбор Между Продолжением Продажи Небольшого Количества Товаров Военно-промышленному Комплексу России Или Подключением К финансовой Системе США Также В Белом доме Выразили Уверенность Что в этом Случае Банки Выберут Подключение К финансовой Системе США Отвечая На вопрос Журналистов Из Нью-Йорк Таймс Существуют Ли Американские Европейские Компании Которые Способствовали Проведению Расчетов По импорту Оборонных Технологий Технологий Двойного Назначения Представитель Администрации Президента США Отметил Что Американские Европейские Компании Практически Не ведут Дела С Россией Но Вместе С тем Эти банки Являются Банками Корреспондентами Для других Организаций Которые В свою очередь Получают Доступ К финансовой Системе США И сейчас Работают В третьих Странах Оказывая Поддержку ВПК России Также Подчеркнул Представитель Администрации Белого Дома Насколько Друзья После введения Санкций Смогли Восстановить Производство Автозаводы В России Расскажу Вам Через Несколько Минут А также Сегодня Стало Известно Что С-7 И уральские Авиалинии Урегулировали Споры С Лизингодателями Оставайтесь Под серебряным Дождем Не забывайте Присоединяться К видеотрансляции На нашем канале В YouTube Пока На запасном Канале Ссылку На который Можете найти В закрепленном Сообщении Телеграм Канала Серебряного Дождя Скоро Продолжим Вечер Под серебряным Дождем Это вечер Под серебряным Дождем Продолжаем Друзья В следующем Часе Новый выпуск Программы Анализируя Это Илья Тимошин Также Появится В студии К нам В гости Придет Основатель Компании Ритейл Рокет Николай Хлебинский Поговорим Мы сегодня На тему Кода Управления Разговор Обещаю Будет Интересным Что Касается Новостей Сегодня Издание Коммерсант Подсчитало Какому Количеству Какое Количество Автозаводов Не смогло Восстановить Производство После Ведения Санкции По прошествии Двух лет Сначала СВО Из 21 Российского Автозавода Приостанавливавшего Производство Из-за Санкций Как выяснил Коммерсант По прежнему Простаивает Половина Объем Производства Автомобилей В России Сейчас Намного Ниже Уровня Предыдущих Кризисов 9-10 Года И 15-16 Годов К концу Февраля В России Тогда 22 Работал 21 Крупный Завод Который Выпускал Модели Как для Массового Так и Для Премиум Сегмента 10 Из указанных Площадок Контролировали Автоконцерны Из стран Которые Впоследствии Российские Власти Признали Недружественными Еще Шесть Заводов Включая Автоваз И Автотор Вели Сборку Моделей Зарубежных Производителей Санкции Привели К остановке Почти Всех Производств В том числе Отечественного Автомобиля Лада Но Напоминает Коммерсант Вскоре Выпуск Российских Моделей Возобновился Места Ушедших С российского Рынка Иностранных Игроков Были Заняты Отечественными Инвесторами Но Несмотря На это Наладить На этих Заводах Производство Автомобилей Удалось Лишь В единичных Случаев Еще раз Из 21 Российского Автозавода После Приостановки Производства Из-за Санкций По-прежнему Простаивает Половина А вот Авиакомпания С-7 Как стало известно Сегодня Переоформила В российскую Собственность 45 Иностранных Самолетов И таким Образом Завершила Сделку По урегулированию Споров С зарубежными Лизингодателями Чуть раньше Стало известно Что такую же Сделку Завершили Уральские Авиалинии В отношении 19 Самолетов О том Что В соответствии С достигнутыми Договоренностями Лизингодателя Прекратили Свои требования К российским Сторонам По страховым Полисам Так кстати И по договорам Аренды Воздушных Судов Сказано В сообщении Которое Размещено Непосредственно На сайте Компании С-7 А в пресс-службе Перевозчика Уточнили Что переоформленные В российскую Собственность Воздушные Суда Составляют Почти Половину От всего Флота Компании Споры Урегулированы В том числе По четырем Авиадвигателем А общая Сумма Сделки По крайней мере По информации Интерфакса Составила Порядка Сорока Пяти Пятидесяти Миллиардов Рублей Плюс Семь Девятьсот Три Семь Девятьсот Семь Шесть Три Три Скоро Продолжим У меня Друзья На последний Час Подготовлено Интересное Исследование Которое Провел Информационный Центр Суперджоб Они попросили Россиян Ответить На вопрос Что их раздражает В Новый год Мне очень понравился Вариант ответа Который В новогоднюю ночь Вопрос был Что больше всего Раздражает вас В новогоднюю ночь Три процента Опрошенных Выбрали ответ Слишком быстро Заканчивается Я думала Там будет То что я трезвый Мне кажется Вариант ответа Слишком быстро Заканчивается Выбрали те люди Которые уснули Примерно в полдесятого Вечера Есть такие Товарищи Я вам расскажу Как распределились Голоса Но Вы кстати говоря Пока можете писать Что вас раздражает Если конечно Что-то раздражает Именно Я подчеркну В новогоднюю ночь Про этот опрос Вы узнаете В третьем часе С восемнадцати До девятнадцати Потому что В следующем часе Мы ждем Коллегу Илью Тимошина Программа Анализируй это Гостем которой Сегодня станет Николай Хлебинский Серийный предприниматель В индустрии Айти Диджитал Основатель Компании Ритейл Рокет Ждем Ваши вопросы Присоединяйтесь К видеотрансляции И Скоро вернусь Продолжение следует